Всем привет! Сегодня поговорим о волосах. Речь пойдет о тонких, склонных к жирности, регулярно выпадающих волосах. То есть как? Как только я переживаю какой-то даже небольшой стресс, то есть слишком частые поездки, или я просто волнуюсь на протяжении какого-то времени, или у меня ослаблен организм, у меня тут же страдают волосы и кожа. Поэтому я регулярно борюсь за то, чтобы волосы, которыми меня наделила природа, хотя бы оставались у меня на голове. То есть они не слишком густые, они сами по себе тонкие, не слишком объемные. Но вы знаете, нас таких много. Было бы, наверное, даже нечестным, если бы у меня генетически были очень красивые волосы, и я сидела бы, рассуждала на тему ухода. Все, не затягиваю, приступим. Первое, о чем я давно обещала рассказать, это не совсем моя находка, потому что эту баночку подарила мне моя подписчица на встрече в Киеве. Я успешно ее забыла в Украине, и только зимой она ко мне доехала. Слушайте, я так долго пользовалась сухими шампунями от марки Батист, что мне даже как-то сложно было переключиться на другой бренд. Но потом зимой я заметила, что Батист подсушивает мне кожу головы, и я начала искать что-то другое. Вспомнила, что у меня есть что-то новое, и написано, что этот сухой шампунь от бренда Girls Only идет с аргановым маслом. Для блондинок, у меня, кстати, версия именно для блондинок, надо, наверное, об этом упомянуть. Я решила, дай-ка попробую. Нанесла один раз, второй раз, и поняла, что вот это ощущение дискомфорта после сухого шампуня у меня абсолютно пропало. Также хочется отметить, что он не настолько сильно освежает волосы, как Батист. То есть, как если вы привыкли к Батисту, и он вам нравится по действию, то этот может показаться слабоватым. Я, к примеру, пользуюсь этим средством на второй, третий день для того, чтобы слегка освежить волосы. И мне этого вполне достаточно, но то, от чего я просто балдею, это отсутствие белого налета. Он слегка подкрашен, и я не уверена, что эта версия подойдет брюнеткам. Но если вы блондинка, вы ищете сухой шампунь, который не будет сушить волосы, то присмотритесь к вот этому. Я уверена, что у них есть другие версии. Короче говоря, я очень довольна подарком от своей подписчицы. Спасибо тебе огромное. Буду искать на полках наших магазинов. Если окажется, что этот бренд не представлен в Польше, то я вскоре поеду в Украину и куплю себе несколько штук для того, чтобы они всегда были у меня в косметичке. Муж убирается на террасе. А второй сухой шампунь я покупала себе сама по какой-то акции. Просто мне нужна была замена. Я боялась, что вот-вот он уже закончится. То есть, предыдущий сухой шампунь я схватила вот этот от бренда Collab. У меня он с ароматом Paradise. Я не знаю, как пахнет рай. Но по мнению Collab это что-то цветочно-пудрово-сладкое. Причем отдушка довольно яркая на уровне батист. И также производитель обещает, что не будет никакого белого налета. Не знаю, как так, но даже на моих светлых волосах я его вижу. Поэтому мне приходится хотя бы чуть-чуть распределить это средство по коже головы. Для того, чтобы на волосах его вообще не было. Это минимальный белый налет. Но все-таки он присутствует. Еще зимой в распаковке посылки от Look Fantastic у меня засветились средства от бренда Grow Gorgeous. Я долгое время ими пользовалась. Что-то мне подошло и понравилось. Что-то я не совсем поняла. Давайте начнем с того, что хорошо себя зарекомендовала. Это шампунь. Вот я не знаю, как такое может быть, если упаковка вот такого формата не всегда собирается вода. И потом, если я переношу свои банки из одного места в другое, обязательно вода будет выливаться. Этот шампунь должен придавать волосам объем, не утяжелять их. Я посмотрела в составе нет СЛС и так подумала. Конечно, так я и поверила. Но в конечном итоге оказалось, что он очень классно промывает кожу головы. Даже как ни один такой, знаете, масс-маркетовский шампунь. Прям до скрипа. После него обязательно надо использовать какой-нибудь кондиционер, чтобы волосы были более гладкими и послушными. Но он действительно выполняет свою работу на ура. Потому что волосы такие живые, блестящие после него. И, конечно же, кожа головы не пересыхает. Мне кажется, что те, у кого реально жирная кожа головы, волосы быстро жирнятся, вы его оцените. В составе есть пептиды, которые отвечают именно за пламп-эффект. То есть, чтобы наши волосы не были прилизанными, а хотя бы вот просто казались такими более объемными. Мне кажется, что моим волосам не светит суперобъем ни с одним средством. Но когда я использую более щадящие шампуни, я могу сделать дольше перерыв между мытьем волос. Хоть на этом спасибо. И они не выглядят там через 2-3 дня какими-то жирными сосульками. То, что моим волосам не подошло, это несмываемый кондиционер от того же бренда, который должен придавать объем. Ну, не знаю, если он наносится по всей длине. Что-то как-то я не поняла. И мне показалось, что он слегка подсушивает мои волосы. Его надо наносить на влажные волосы, и мы его не смываем. К сожалению, моим нормальным, не сухим волосам вот это средство не подошло. Совершенно другая история с маской. Если вы любите разные маски, вы хотите стимулировать рост волос и вообще все процессы, которые могут происходить на коже вашей головы, вы должны это попробовать. Тем более, что цена такая немаленькая, но средства хватает на очень-очень долго. В принципе, даже с подружкой можно купить, поделиться. И я уверена, что вам понравится, если вы не боитесь супер такого ментолового эффекта. Значит, что это такое? Это маска для волос, которую мы наносим не на все волосы, а именно на кожу головы. Она идет с биотином, который, как мы знаем, способствует быстрому росту волос. Я специально сохранила коробочку, чтобы потом еще раз пересмотреть состав. Кофеином, который стимулирует рост волос. И еще здесь есть цинк. Если у вас жирная кожа головы, то вы ее оцените, потому что эта маска не утяжеляет кожу головы, но она как-то вот не слишком сушит ее, наоборот, балансирует. Я бы сказала, есть увлажняющие компоненты, такие как мочевина. Это не то, что вы подумали. Это ингредиент, который реально очень хорошо смягчает и увлажняет кожу. Не только кожу головы, а вообще в принципе. И еще здесь низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Поэтому, если вы хотите что-то такое попробовать, то очень советую. Здесь удобный носик. И в принципе ничего не надо тут заморачиваться. Откручиваем и сразу есть дозатор, который помогает ровно распределить масочку по коже головы. Только не надо заливать себе всю голову. Чуть-чуть наносим, хорошенечко распределяем. И уже где-то через полминуты вы почувствуете не просто легкую прохладу на вашей голове, а реально мороз. Если вы не любительница, не любитель острых ощущений, то это средство не для вас. Всем остальным любите жаловать. Я оставлю ссылку внизу. Вы можете посмотреть, почитать другие отзывы. И мне хочется верить в то, что это средство реально стимулирует рост волос, а как минимум ухаживает за кожей головы. Пару месяцев тому назад я обрезала волосы. Я ничуть не жалею, хочу сделать еще короче, но уже после свадьбы, потому что мне хотелось бы сделать какую-то укладку. Спасибо большое за все фотографии, которые вы отправили мне в инстаграме. Я получила нужную дозу вдохновения и уже выбрала варианты для себя. Остается надеяться, что мастер не испортит все мои задумки. Что касается этого средства, зачем же я пользуюсь чем-то для роста волос? Дело в том, что у меня есть такой подпушек, который все никак не может отрасти и сравняться со всей длиной. Есть у меня еще один верный друг, с которым я вас знакомила в прошлом видео о волосах. Бренд Tony & Guy. Кстати, если вы живете в Польше, то эта марка представлена в Росмане. Еще иногда можно купить в TK Maxx. Это текстурирующий лак. То есть он не фиксирует, ну как, мне кажется, что все-таки фиксирует. Он придает волосам такую нужную текстуру. И если я хочу сделать прическу лохматун, иногда вы видите меня с такими неприлизанными волосами, невытянутыми утюжком или щеткой, еще чем-то, а просто вот что-то такое, творческий беспорядок на голове, то виной, а точнее помощником в создании прически а-ля «Разбуди меня в 4», как будто мы только проснулись. Если у вас от природы очень гладкие волосы, так как у меня, то вы меня прекрасно понимаете. То есть их нельзя как-то уложить, даже заплести в косичку, чтобы волосы не расплетались. У меня низкопористые волосы и ну что тут поделать. Короче говоря, пользуясь таким средством, наношу его на сухие волосы, завязываю какой-нибудь небрежный пучок, распускаю его, потом и объем на волосах, и они просто вот так небрежно лежат. И спасибо за то, что вы всегда комплиментируете мои такие прически, потому что укладки у меня крайне редко получаются, а вот это такое разнообразие в моем облике. Недавно купила новинку от марки Nivea. У нас она появилась в двух версиях. Это мицеллярный шампунь, и признаюсь, что мне было просто интересно, поэтому я его приобрела. Я всегда выбираю прозрачные шампуни, мне кажется, что они не так сильно утяжеляют волосы, и в эффекте волосы не так быстро жирнятся. Что могу сказать? Он классно пенится, потому что здесь SLS, он приятно пахнет. Кстати, настолько нежно, что я даже вот как-то сразу не вспомнила, какой же у него аромат. Прям очень нежный. И ничего особенного. Это обычный шампунь, маркетинговый ход, но просто очередной нормальный, качественный шампунь с SLS среди масс-маркета. И последнее очень интересное средство на сегодня, это очищающая паста для кожи головы от бренда Кристоф Робин. Я знаю, что многие любят эту марку. В Польше она довольно известная, на нее очень хорошие отзывы. И если вы помните, то в прошлом видео о iHerb я рассказывала о таком обалденном скрабе именно для кожи головы, который классно очищает, не пересушивает, создает сумасшедший объем на волосах, классно смывается. Потом ваши волосы не так быстро жирнятся. И в принципе, когда убираешь омертвевшие клетки, для кожи это в любом случае хорошо. И вот после конкретно этого скраба волосы не были такими, как бы это сказать, неприятными. То есть они все равно гладкие, ухоженные, они не нуждаются в какой-то супер питательной маске. Что касается пасты от бренда Кристоф Робин, то она на 85% состоит из натуральных компонентов. И если вот посмотреть на нее, то видно, что она содержит глину. Гассоль или Рассоль, Рассуль, все читают по-разному, но это очень классная, улажняющая и очищающая глина для лица. Когда-то ее пользовалась и была очень довольна результатом, но мне было лень вот это все смешивать. И как-то во второй или в третий раз я ее не купила. Одно время я ее обожала и действительно она классно очищает, но не пересушивает кожу, никакого ощущения стянутости. Это очень-очень классно. Запомните, глина Гассоль для лица обязательно попробуйте. Этой пастой мы пользуемся также как скрабом, о котором я рассказывала, он из iHerb, я оставлю ссылку на него моей подружке, он тоже понравился, дам попробовать эту пасту. Сначала мы моем голову обычным любимым шампунем и дальше небольшое количество этого средства наносим на кожу головы, хорошенько массируем. Сначала образуется такая воздушная пена, ее прям много, поэтому чуть-чуть используйте, прям полбанки не надо намазывать. Также в составе есть сахар, то есть со временем он растворится. Вы не будете себе ничего там сдирать на голове, все очень нежно, бережно очищается. Но есть небольшая разница между вот этими двумя средствами. Все-таки после вот этой пасты от Кристоф Робин мне хочется поскорее нанести кондиционер или какую-то маску для волос, потому что мне кажется, что из-за вот этой вот глинки в составе, все-таки она немного подсушивает мне волосы. Поэтому я попробую пользоваться этой пастой с каким-то более питательным шампунем и мне кажется, что тогда все будет работать отлично. В общем, я не могу сказать однозначно, что да, бегите и покупайте, как в случае с маской. Все-таки это не бюджетный бренд. Мне кажется, что стоит поискать сначала какие-то миниатюры и потом для себя решить, нужна вам полная упаковка или нет. На сегодня у меня все. Надеюсь, что вам было интересно. Если да, то поставьте пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Всем хорошего весеннего настроения. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.